«Видеть сердцем» в Москве прошел благотворительный концерт, на котором прозвучала оратория о Святой Земле «Прощальный час в Иерусалиме». Этот музыкальный проект создан в помощь слепоглухим детям, выпускникам сериево-посадского интерната. Смотрите сюжет Галины Ледвиной. Оратория о Святой Земле – это уникальный концерт. В основе сюжета – дореволюционные песнопения и канты. Автором идеи стала монахиня Ефросинья Матвеева. Она собирала их по всему миру в архивах и монастырях. В Москве оратория прозвучала в современной обработке для солистов хора и оркестра. Это Евангелие в песнях. В них отражены события, которые происходили на Святой Земле более двух тысячелетий назад. Это песни о распятии и о воскресении Господа. Монахиня Ефросинья Матвеева Матвеева не только автор и продюсер проекта. Она руководитель благотворительного фонда памяти преподобно-мученицы, великой княгиней Елизаветы Федоровны Романовой. Концерт призван помочь зрителю увидеть сердцем и услышать чужую беду. Вырученные от концерта средства пойдут на создание нового учебно-производственного комплекса в Сергиевом Посаде для слепо-глухих детей. Оратория Святой Земли прощальный час в Иерусалиме – это часть нашего большого социального проекта «Видеть сердце». Это строительство реабилитационного центра, но, к сожалению, до 40 лет и одиночные. А дальше строительство деревни, где семейные пары, женившись, могут работать, трудиться, жить. И это будет на самоокупаемости от нашего фонда. Участие в концерте вместе со звездами Мариинского театра, артистами театра «Современник» и филармонической хоровой капеллы «Ярославия» приняли воспитанники из Сергеева Посадского интерната для слепо-глухих. Проект призван раскрыть таланты и помочь детям поверить в себя. Еще неизвестно, почему Господь попустил такую слепо-глухоту, такую страшную инвалидность. Наверное, для того, чтобы мы стали чище и добрее. Мы не можем их бросить, и поэтому строим для них вот эти дома, для того, чтобы они могли дальше обогревать нас, понимать своей любовью и своей молитвой. Я верю, что их молитва сразу на престол. Очень многие люди исцеляются от их даже голосов, потому что они поют к Богу. Реабилитационный центр уже строится. Он предназначен для пребывания лишенных зрения и слуха людей до 40 лет. Деревня Преображения даст возможность воспитанникам интерната получить образование и работу. Концерт – это возможность сразу большому числу людей рассказать о проекте, попросить о помощи. Задача больше, чем просто построить новую деревню. Это не просто дом, это целый комплекс. Будет вместе с производственным комбинатом. Смотря на этих детей, на тех, кто меняет мир через свои проекты, простые общественные проекты, не говоря уже о больших государственных программах, я уверена, что все можно сделать. И сегодня объединились люди, которые тоже так считают. Таким детям нужна помощь, нужно наше внимание. То есть не просто какое-то сочувствие, а именно внимание, любовь. Вот это вот, я не знаю, сердечная любовь, можно даже так сказать. Потому что эти дети необычные, талантливые. Зрители аплодировали стоя. После выступления в Москве участников проекта ждут в Лондоне. Ребята поедут туда вместе с профессиональными артистами.